Как вы думаете, что прячется в этом ангаре? Я вам сейчас покажу. Там стоит гроб. Это гроб 109. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. Посмотрите, на какой замечательный аэродром занесла наша судьба. Мы пытаемся вот этот планер перевезти из Франции в Рамению. И вот сейчас мы в Сербии. Так получилось. Это ролик отдельный про путешествия. А сейчас ролик про аэродром Субботица, который носит имя Ивана Садича. Он полетел здесь, вот в этом самом месте, на этом самом аэродроме. 113 лет назад, это 910 год. Это один из выдающихся сербских атлетов. Он велосипедист, победитель всех стран и народов. Футболист очень такой, ух. И авиатор. Один из первых, самых таких достаточно знаменитых авиаторов в Восточной Европе. Он сам построил самолет. Ну, один и потом второй. Летал здесь и организовал вот этот вот аэроклуб. Я вам сейчас покажу, какой бриллиант, вот реально бриллиант, я открыл в ангаре здесь. Вы, друзья, точно этот ролик стоит того, чтобы посмотреть. Вы сейчас удивитесь. Этот чудесный планер взлетает сам и может пролететь на моторе полторы тысячи километров. Но это еще не все. У него флюгируется винт. То есть винт разворачивается, как флюгер, по потоку. Как флюгируется винт? А вот так. Опа! Смотрите, друзья, никакого сопротивления потоку. Ноль. Мотор уже закапотирован. И 28 единиц качества вполне позволяют 109-му парить в потоках. Конечно, это там не офигенный паритель. Конечно, на переходах он там очень быстро не летит. Но на нем можно вполне глушить двигатель и работать в потоках. Ну и повторю, полторы тысячи километров. Это полторы тысячи километров. Шасси не убирающиеся. Конечно, если бы шасси убирались, качество было еще больше. Двигатель здесь, ну винт, я вам сказал, флюгируется. То есть лопасть поворачивается. Двигатель здесь Limbo. Мощностью 80 лошадиных сил. И межремонтный ресурс у него, по-моему, полторы тысячи часов. То есть очень долговечный моторчик. Легко ремонтируется. Очень простой. И посмотрите, с какой любовью и красотой сделан салон этого летательного аппарата. Я вам сейчас назову цену на этот планер. И вы все просто медленно и уверенно удивитесь. Как вы думаете, сколько стоит этот летательный аппарат? Ну, цены на рынке где-то 50-70, там 40 тысяч евро. Человек этот летательный аппарат в состоянии утиль купил за 17 тысяч. У него был умерший мотор. У него было там покрытие, прочее, прочее. Мой друг работал больше года вот в этом ангаре постоянно. И превратил этот видавший вид летательный аппарат просто вот в конфетку. То есть на это смотришь и влюбляешься. Как они? И пока мы будем любоваться этим самолетом, я вам расскажу немножко о самой идее мотопланиров. О том, что какой мотопланер купил я. Вот во Южной Африке и вообще о перспективах нашего канала «Мечта летать». Потому что я просто счастлив путешествовать по миру и знакомиться с замечательными людьми. И мир реально улыбается такими сопутствиями. Бац, там приехали на аэродром, которому 113 лет. Бац, не знаю, вчера я был, когда прицеп забирал, проезжал мимо аэродрома Венгрии, на котором я был на чемпионате мира. Представляете, вот я проезжаю, смотрю, аэродром, вот-вот другой конец планеты, там, едешь, вот-вот-вот. Я тут был над этим местом, практически летал. Но сюда с капитаном-оптимизмом Матузой сдувало ветром. На эту границу мы баранку могли на чемпионате мира получить. Тебе помогает хорошая музыка акцентрировать потоки на чемпионате мира? Конечно. Конечно. Сейчас поток пойдет под музыку. Смотри. Протягивай чуть-чуть. Опа! Ой, не слазь, нелегкая! Шеф, эгэ-гэ-гэ-гэй! Вот совсем подруга. Вот, вот наш секретное оружие. Вот, вот наш секретное оружие. Судя по этим лампам, вполне себе аппарат может летать ночью. И, возможно, на нем установлено оборудование приборное для полетов ночью. Может, его установят. Ну, сам факт, что может. Интерцепторы. Зачем нужны интерцепторы? Для того, чтобы снижать радиомическое качество планера. То есть, как я уже говорил, 28. И на таком без тормозов воздушных не приземлиться. Я, друзья, в диком восторге от расцветки. То есть, мое любимое сочетание цветов. Вот такой оранжевый и вот такой серый. То есть, когда я делал лебедки, я выбирал, прям долго возился с красками. Я сейчас смотрю, у меня глаз радуется. Не знаю, как вам передает этот вот айфон или нет. И насколько изящно сделана вся окраска. То есть, я не знаю. Я влюблен в этот аппарат просто банально за счет того, как он окрашен. Окрашен качественно, ровненько, нигде. Ну, конечно, там специалисты в лакокрасочном покрытии, наверное, что-нибудь накритикуют. Но, ой, это просто праздник какой-то. Заднее колесо у него, как вы видите, управляемое. То есть, позволяет рулить и колесом, и, ну, связанное вместе с пером руля направление. Позволяет рулить прекрасно. Размах крыльев, что-то визуально метров, наверное, 16-17 у него. Что-то в этом роде. Площадь достаточно большая. Это все данные я там из Википедии вам чпокну. Вы можете понаслаждаться, посмотреть на все характеристики. А пока об общем впечатлении. Посмотрите, какой гигантский, огромный, огроменный просто багажник. Сюда можно ребенка засунуть, если хочется взять его с собой в путешествие. Для него норку такую сделать. Залезаем в планер по вот таким наклеенным. Это наждачная бумага такая. И тоже изящно сделано, беленькие. Можно было бы серенькие, но пачкаться будет больше. Следующее крыло качественного покраски. Развитые лероны, то есть чувствуется, что аппарат управляется хорошо. Я на таком не летал, но обещаю вам полетать, потому что сержант сказал, что прилетит ко мне в Лоботи-Мансилион. И мы обязательно с ним на этой штуке полетаем. И на моих планерах тоже. Так что видите, одним замечательным другом на планете у нас стало больше. В чем интересность этой машины? Композит. То есть пластиковое крыло. То есть здесь, во-первых, ресурс хороший. Аэродинамическое качество очень хорошее. Посмотрите, какая идеальная поверхность. Насколько она замечательно выведена. То есть точностью аэродинамический профиль повторяет. Есть планер SF27. Так там вот нервюрки, между ними провальчики. И качество аэродинамическое от этого страдает довольно существенно. Забираться на планер, видите, можно с одной стороны. Ну, наверное, сюда тоже можно наклеить всякие штучки. Ну, попробуем, подкрадемся. Посмотрим на приборную панель. С какой любовью все сделано, обратите внимание. Это кожа, кожа, рожа. Углепластик. Понятно, что плиты углепластика можно купить. Но как аккуратно все сделано. То есть вот приборная панель, на нее смотришь, глаз радуется. Ну, понятно, может быть, еще каких-то надписей что-то не хватает еще. То есть это в процессе окончательной сборки. Но какие сидения. Как красиво все пошито. То есть вот, ну, огонь. Просто огонь. Респект, уважуха. Рычаги управления. Гроб, кстати, свалится тем, что все сделано по авиационному. У меня был планер 12.3SL. И я до сих пор помню, насколько не кондова, а крепко, надежно и изящно сделаны все его элементы конструкции были. Отремонтированный Лайкомин к нам еще откроют и покажут. Мы его даже сегодня заведем, пофорчим. К сожалению, нельзя полетать сегодня на этом самолете. Там немножко с летной годностью еще документы не доделаны. Но обязательно будут доделаны. И повторяю, что пообещано, что на этом самолете ко мне прилетят. Я уже говорил, что у меня был планер 3NASER 3. Как раз вот этой фирмы Гроб. И там уже была реализована концепция такого дальнего перелета на мотопланере. Там единственный был двухтактный двигатель. Довольно неудачные конструкции. И вообще ментомонторная просто не удалась тогда этой фирме. Точнее так, они отдали какую-то часть на аутсорсинг. И вот тот, кто это делал, был настоящим боевым рукожопом. На третьем твине весь винт висит на такой маленькой гаечке. Ну, большой, скажем так, гаечке. Которая шплинтуется отгибом специальной шайбы. Шайба одноразовая. Но некоторые, там, подшипник такой регулируется. Но вот эту шайбу некоторые загибали несколько раз. И у меня был случай, когда на аэродроме, вот мы только его купили. И владельцы, которые продавали, сказали, не-не-не, мы заводить не будем. Сергей Репчинский, с кем мы покупали вместе, говорит, ну как это не будет, а ну заводите. Ну, они там завели, сразу убежали. В общем, не дали полетать на планере. И мы приехали на аэродром наш в Альпах. И первым делом собрали и попытались на нем взлететь. Мы собрали планер. Моя жена стала, уперлась в нос. Рядом стал Сергей Репчинский, тоже держит. А я пытаюсь прогазовать, посмотреть, как там, что там все работает. Ну, все работает, жужжит. Ну, какой-то звук странный пошел. Я думаю, заглушусь-ка я от греха подальше. Мы мотор складываем в отсек, а он не убирается. Что-то мешает. Мы ходили-ходили. Потом видим, что отказывается, открутилась эта пресловутая гайка. Вышла вперед. Винт вышел вперед и повис на таком тормозе. И все. Еще чуть-чуть, я бы еще показывал. Винт улетает вперед. Дальше минус Сергей, минус жена. До сих пор эта картина стоит перед глазами. Тогда я почитал внимательно про Твинастер 3SL и узнал, что, оказывается, два было случая, когда инструктора убило винтом. То есть винт улетал вперед, перемалывал ему голову, в данном случае, или еще-нибудь еще. И, короче, две катастрофы. После этого, конечно, там доработали, что-то навалили, что-то привалили. Но вот некоторые планера были недоработанные. И, к слову, я как-то проезжал, смотрел, очень дешево продавали третий Твинастер. Заехал, смотрю, там, переделано все. Говорю, а почему переделано? А, говорит, мы летали, летали у нас, раз, винт улетел. Говорю, а как же ваш инструктор оказался цел? Говорит, а в задней кабине никого не было. Ой, вот такие истории. После этого фирма Гроб прекратила делать планера и начала делать самолеты. Ну, мото-планера такие, уже без всяких вот мелочей, без вот этого аутсорсинга по моторам. И делает прекрасно. То есть, сама композитная конструкция, вот все решения авиационные, вот как все законтурено, как все задрайено. Вот если исключить тот случай, видимо, он их сильно научил. Сделано дальше все прекрасно. В чем суть мото-планера? В том, что, ну, вы имеете фактически самолет. То есть, конечно, как самолет он имеет некоторые недостатки. Например, ширину крыльев. То есть, вы представляете, вот ему весь этот ангар нужен. Впереди вот классическая цесна, достаточно короткокрылая. И вот эта штуковина длиннокрылая. Но тут нюанс в том, что расход топлива маленький и можно парить. То есть, я бы себе вот такой вот сарай не купил никогда. А вот такой вот аппарат с удовольствием. Бывает ли мото-планера лучше? Дальше, наверное, вершина этого совершенства это штемме. Аппарат, у которого тоже винт впереди. То есть, обдувается фюзеляж. Видели на планерах, на которых я многие летаю. Сзади поднимается такая установка винтомоторная. И там удобно тем, что прячется фюзеляж красиво. Но с точки зрения аэродинамики и длительного полета с мотором, эта компоновка не очень удачная. То есть, выгоднее, когда вот винт впереди обдувает фюзеляж, крыло там. И все это гладенько, красивенько, замечательненько. Но тогда нужно как-то что-то с пропеллером делать. И вот штемме придумал конструкцию, когда винт такой хитрый, складывается внутрь фюзеляжа, сам винт. А мотор расположен сзади. Это ротекс 914. То есть, вот такой планер, это самый совершенный мотопланер. Но цена штемме стоит, начиная там со 100, не знаю, каких-нибудь 50 тысяч евро. Это версия с ротексом 914. И там тысяч за 100 можно купить с лимбахом. Но лимбах 8-й скобыл. И, ну, такой же, как здесь. И одно дело, вот этот планер не взлетает. У него там профиль толстенный, удельная нагрузка низкая. А вот на штемме взлетает с лимбахом-то не очень. Вот. Вот это вот очень хороший компромисс по цене. Тем более, что, повторю, что человек, проехав 26600 километров в одну сторону, 2600 в другую, посмотрев на такой достаточно подубительный планер, купил его и превратил, вот такой стоит сейчас, ну, полтинник минимум. Год работы. Но год работы и такого кропотливого труда видно, что это сделано с большой любовью. Я, конечно, обожаю таких рукастых людей. В принципе, я сам делал лебедки, умею работать руками в гараже. Но у меня, наверное, не хватало никогда вот до таких всяких мелочей. То есть, у меня получились крепкие конструкции, достаточно доведенные. Но вот, ну, я представляю, сколько это стоит. Сколько стоит, ну, не деньгами, а сколько это времени стоит. И вот это вот, конечно, изготовление с любовью. Мотор! Цыганочка с выходом. Давайте, давайте. Я крыло смотрю. Оно меня должно не стукнуть. Друзья, видите проблемы мотопланера? То есть, место занимает много. Ну, как летает? Ангар специально под него сделан по ширине. Шучу, конечно. Так, хорошо, хорошо. Толкаем, толкаем. Быстрей, быстрей. Иногда для выкатки используются такие тележки на аккумуляторах, я видел. Волшебная штука. Эх, сейчас бы на таком полетать, друзья. Вот здесь какое-то толстенное крыло. То есть, здесь профиль используется, по-моему, Эплер какой-то. Ну, в Википедии вам все скажут. Я-то двоечник, я ничего не помню. Я вам лучше сейчас автора покажу. Ну-ка, интервью. Какая модная заливная штука с двумя такими фильтрами, чтобы никакая гадость туда не попала. 100 лель? Да. Афгаз. Голубого цвета. Какой авиационный бензин? Голубой. Заливаю в бак бензин, завожу пропеллер. В небеса мотор вези, чтобы крылья пели. Любимый вопрос. Сколько вылазит топливо? Объем? Литров? Литров? 80 литров, друзья. Вот я хоть какие-то технические характеристики вам озвучил. Ить, ить. Личок закрывается. Афгаз онли. Афгаз это небольшой недостаток в двигателе Лимбах. Ну, в целом, его практически на любом аэродроме можно купить. Преимущество двигателя типа Ротекс, то, что туда можно 98 бензин лить спокойно, автомобильный. И никаких проблем. Ну, вот, как это? Серьезная авиация. Работает со 100 лель. Я активно учу сербский. Знаете, что такое гуляемо? Это покатаемся. Все очень просто. Ремуф биф оф лайк. Погнали! Эх! О, может быть, откроем мотор, посмотрим, как там что? Можно? Сейчас мы будем активно пользоваться тормозами. Тормоза дисковые. Мало того, еще и гидравлические. Все серьезно. Ступенька алюминиевая. Свет есть вон. Можно фару включить будет. Транспондер, кстати, вот антенна торчит. Все абсолютно сделано по уму. Вот вы спрашиваете в авиации, как болтики не вывинчиваются, не откроете. Вот самое удачное крепление. Это вот такое. Раз, повернул. И вот эта штука, во-первых, никогда не вытянется. Это такая пружинная штуковина. Вот я очень любил свой тринассер за счет того, что там как раз все соединения обшивки были вот на таких элементах. Они, конечно, занимают чуть больше места, чуть больше весят, но никогда не вылетят и не залетят в управление. Как у меня в планере GRUB. GRUB DG500M ролик есть на канале, как у меня блокчик заблокировал управление. Ужас. Страшный сон. Но вообще осмотр двигателя перед взлетом, это важно. Хоть мы и не лезем в небо сейчас, потому что, повторюсь, взлетная годность будет через месяц. Мы все равно посмотрим на мотор. Итак, вот он верный лимбах. Как вы видите, очень все просто. Два цилиндра с этой стороны, два цилиндра стоя, позитник. Мотор надежный. Хвалят его. Чуть-чуть он, конечно, греется, когда работает на полной мощности. То есть его гонять нельзя. То есть, например, на штемме. Штемме с лимбахом считается неудачным. Ну, потому что просто обдув там не очень хорошо организован. А здесь все прекрасно организовано. Воздух проходит через вот эти вот каналы и улетает снаружи. Я так понимаю, что это радиатор для охлаждения масла, наверное. Или кто в лимбах, большой специалист, может рассказать. Карбюратор. Никакого инжектора. Все просто и надежно. И самое главное, что это можно починить самому. И вот этот замечательный человек это все сделал сам. Сколько ты делал этот мотопланер? Сколько ты делал? Одно год. Один год? Да. Покажи руки. Одно год. Покажи. Золотые руки, посмотрите, друзья. Ты счастлив? Да. Погуляемо. 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 Мы, друзья, погуляемо. Но перед тем, как погуляемо, мы должны проверить масло. Ну, как в любом автомобильном двигателе. Вот вам, пожалуйста, щуп. Ну и масло есть. Самое главное, оно есть. Сейчас закроем капот и помчимся. Воздушный фильтр тоже есть и чистый. Как флюгируется винт? А вот так. Опа. Смотрите, друзья, никакого сопротивления потоку. Ноль. Вот именно поэтому вот этот замечательный аппарат имеет качество 28 аэродинамическое. Как это работает? Видите? Очень простой механический аппарат. Флюгируется заранее. Это, в принципе, минус, но не очень большой. Заводи. Да, вот как работает флюгирование винта. Заядрится, да, так? Понял? А когда летаешь, ставишь на 2200, получишь, пустишь, дашь газ и оно опять ради на великим оборотам. Красотища. Так. Авигоризонт даже есть работает? То есть авигоризонт рабочий? Да. О, класс, можно в облаках летать ночью. Вообще. Заводи. Мастер. Магнит. Электричная пумпа. Сау. Чок. Ручник. Стартер. Это как всегда, как в американских фильмах. Жу-жу-жу, как маньяк гонится за жертвой. О, какой благородный звук. Слушай, правда, как тихо. Как будто машина работает. Блин, что не даст оврать. Скажи, что тихо. Скажи, что тихо. Очень тихо. Машина громче. Почему такой тихий? Так он. Глушитель? Глушитель хороший сделал? Да. Вот они, вот они золотые руки. Вот, вот, вот две. Давление масла. Вот это у нас масло. Масло. Масло температура. Это температура головок цилиндров. Это топливо. Вольтаж, амперметр, расход энергии. А это что? То есть, на политемпература. Ага. И карбюратор. Карбюратор. А, чтобы погрев карбюратора можно было включить. У нас, кстати, недавно был с Григорием случай, когда обмерз карбюратор и сломалась заслонка карбюратора. И на моторе, вот на пепестреле, который вот мы сюда привезли, вырубился один цилиндр в воздухе. Пришлось садиться на вынужденную, на аэродром. Это не страшно. У меня этих посадок уже девять штук с отхожавшим мотором. Хорошо, что мы сегодня не летим. Идем, пока будет температура выше 50 градусов. Масло. То есть масло, на холодном масле нельзя ездить. У моего учителя, Клаус Ольмана, был незабываемый случай на Девереста. Он летал, мотор, кстати, работал. На маленьких оборотах, чтобы немножко греть себя. Но настолько холодный воздух был там на этих там 8 тысячах, что мотор реально замерз. И масло настолько холодным стало, что, короче, больше не текло. Все, давление масла пропало. И Клаусу пришлось выключить двигатель, чтобы его не угробить. И он полетел в Катманду на посадку. Пролетел над всеми облаками. Ну, благо, с 8 тысяч штеми может с качеством 50 летать далеко. Долетел до Катманду, подходит к аэродрому, говорит диспетчеру, надо бы как-то на посадочку. Тот говорит, ну, перед тобой там пропустишь, там, Боинг, Аэрбас. Говорит, да пропущу. А у тебя какой остаток топлива? Там нет, ну, топливо есть, но мотор не работает. Как он не работает? Ну, говорит, я же планер. И Клаус нашел такую горочку рядом. И на горочке в динамике повисел там полчасика, пока зашли все самолеты и приземлился красиво на штеме на аэродром. Вот такая веселая история про давление масла. Дом, можно, можно. Да? Гуляем, а! Ю-ху! Катаюсь! Редкий случай, когда меня катают. Не я катаю, а меня катают. Ну, приятненько едет по кочечкам. Естественно, немножко все покачивается. Это нормально. Стабилизация камеры это отрабатывает. Ну и, конечно, тишина. То есть, я бы не сказал, что... Вот такое ощущение, как у планера электрического пепестреля. Примерно такой уровень шума в кабине. Очень тихо. Ты молодец. А погода бомба. Ветерочек легенький. Солнышко есть. Ох, как хочется взлететь. Ой, как хочется нарушить воздушное пространство. Я в такие минуты думаю, что как же было хорошо авиаторам много лет назад. Там, в 910 году, например. Берешь себе самолет, притащил и полетел. Ни тебе там контролирующих органов, ни тебе проверяющих органов. Никаких органов. Пилоты неба. Все, что нужно для полета. Ну, еще здесь-то самолет. Пошли. Эх! Гуляемо! Эх-эх-эх-эх-эх-эй! Ю-ху! Сейчас выручку до себя и в небо. Ну, друзья, мы чтим уголовный кодекс. То бишь воздушные законы. Видите, если в кабине один анархист, то второй пилот серьезный. Не такой раздолбай, как я. Знаешь, как вы работаете в курсе цели? Ага. У меня есть лак, видишь? Ааа, класс. Ааа. Так? Но можно лак. О, да тут куча тормозов. И можно лак, видишь? Ааа. Скрыл зону работая. Ааа. О, можно разворачиваться как на танке. Посмотрите, друзья. Шикарно. Разворачиваться, так сказать, торможением разных колес. Шикарно. Вообще, на месте. Можно танцевать на этом планере. Офигеть! Супер! Ах-х-х-х-х-х-х-ки! Ай! Григорий отважно снимает наши мужественные лица при подъезде к ангару Пилоты справились с задачей и ответственно не взлетели и вернулись в ангар Друзья, продолжение будет, мы это снимем уже во Франции На ровном месте, о как удобно Парам-парам-парам, танцы, танцы на аэродроме Огонь! Мне кажется, вот эта опция танкового разворота, мне пусть все понравилось на месте Что, машина? Машина-зверь! Ну, спасибо! Я скажу, что редкий случай, когда я столько удовольствия на земле получал и не в небе Огромное спасибо! На этой оптимистичной ноте можем закончить наш ролик Самолет офигенный, мне очень нравится До встречи на французском аэродроме Будем летать там Эй! Да? Да? Спасибо!